Фиброзно-ковернозный туберкулез Фиброзно-ковернозный туберкулез – это запущенная форма болезни, чаще бывает у пациентов, не обращающихся за медицинской помощью, игнорирующих периодический медосмотр. О вашем внимании представляется пациент, мужчина, 48 лет, с фиброзно-ковернозным туберкулезом. Пациент известен, в настоящее время получает терапию в противотуберкулезном диспансере. Область исследования – органы грудной клетки с реформатированием в трех плоскостях и реконструкциями в объеме. Контрастное усиление не проводилось. В верхней доле справа выявлен обширный участок инфильтрации легочной ткани размерами около 60х35х65 мм, в структуре которого выявлены множественные каверны от 5 до 30 мм в поперечнике, заполненные газом. Верхняя доля справа уменьшена в объеме за счет фиброза. Выявлены множественные очаги 5-20 мм в поперечнике в верхней доле справа, в S6-S8 справа, некоторые с распадом и включениями газа на фоне локальных участков инфильтрации. В S1-2 слева выявлена каверна до 20х18х18 мм с полостью до 15 мм в поперечнике, заполненная газом. Вблизи нее выявлены локальные включения, заполненные газом, каверны меньшего размера или бронхоэктазы. Выявлены множественные несколько десятков очаги 5-20 мм, некоторые с включениями газа и характерными кальцинатами, преимущественно в верхней доле, а также в S6 слева. Ветвление легочных артерий типичное, контуры их четкие, бронхи на видимом протяжении проходимы, визуализируются просветы бронхов до третьего порядка. Стенки их не выглядят утолщенными, без признаков наличия бронхоэктазов. Выявлены лимфоузлы в средостении 4-5 мм в поперечнике справа, бронхопульмональные до 8 мм в поперечнике, паратрахеальные лимфоузлы до 5-6 мм в поперечнике. Мягкие ткани грудной стенки в объеме сканирования, в целом без патологии. Жидкостного содержимого в грудной полости не выявлено. Камеры сердца в размерах не увеличены. Аорты и ее ветви не обозвестлены, не расширены. Травматических и или деструктивных изменений не определяется. Умеренно выраженные дегенеративные изменения грудного отдела позвоночника. Утолщина медиальная ножка левого надпочечника до 8 мм. КТ-карсина, туберкулезы обоих легких, фиброзно-кавернозная форма, лимфоденопатия средостения. Рекомендуется консультация афтезиатра. Нужно понимать, что такие пациенты представляют опасность для окружающих в связи с выделением миктобактерий. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...